Итак, мы с вами начинаем 12-й перег, первую мишну 12-го перега, так как в тубот. Это будет последний перег, и сегодня с помощью пойдем перег, надеюсь. Итак, мы говорили про то, про обязанности мужа перед женой, про обязанности жены перед мужем, и много, много чего обсуждали в этом направлении. Но представьте себе, человек женится на женщине, у которой уже есть дочь, или сын от другого брака. И жена хочет, чтобы муж содержал не только ее, но и ее дочку от другого брака. Какие обязательства у мужа по отношению к семье своей жены, у которой уже дети есть от предыдущих браков? Итак, говорит мы что так. Ханусей, человек, который взял себе жену женщину, которая уже была замужем, и либо овдовела, либо муж при первой сне развелся по какой-то причине. Вот приберет ее себе дочь, упаскай ему, и она договорилась к ней, говорит, что у нее есть дочь, и что ты должен, если ты хочешь на ней жениться, у меня есть дочка, да, пожалуйста, пять лет поддерживай дочку, корми ее. Когда там, когда она встанет на ноги, закончит университет, не знаю, выйдет за, вот что сберется. Но пять лет, если мы с тобой женимся, ты мою дочь тоже содержишь. Говорит мечта, хаявля жена, ха-бэш-эм. Он действительно обязан будет кормить ее дочь в течение пяти лет. Почему? По согласно условию. И объясняется, что муж обязывается, берет на себя это обижение в момент брака, перед свидетелями, и мечта приходит научиться, что он обязан исполнить любое условие на момент брака. То есть жена, когда они заключают брачный контракт, они договариваются о определенных вещах. Есть вещи, у которых есть презумпция, то есть они поумолчают. Он обязан свою жену одевать, как говорили, кормить, давать ей интимную близость. Какие-то вещи он обязан поумолчать. А какие-то вещи он может взять на себя только согласно отдельному какому-то условию. Потому что эти вещи можно договориться из уст на келомарках. Например, шекой, с найма, моншами, салим, да инехом, бары и шабы, 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 суй. Любая денежная, любая денежная договоренность, с которой не нуждается в документе или в кеньяне, в приобретении. Достаточно слов. Она сказала, слушай, а ты позаботишься о моей дочке пять лет? Да, позабочусь. Все, это сработало, он обязан. Если он так сказал, не надо это писать, подписывать, заверять у нотариуса. Это автоматически как бы иметь сью. И условия, конечно, чтобы были там у свидетелей. А есть, когда свидетели записывают все их договоренности и тоже подписываются ниже. И такой энтузиазный стол. И чистый ролик. Итак, и есть там, где пишут, даже у этого штара, у этого дополнительного документа, который отражает все остальные договоренности, есть послание, называется он Штар Псикта. Штар Псикта. Штар договоренности. Но поднимать его, то есть сделать ему кеньян, нет необходимости. Но если она договорилась уже после свадьбы с мужем о чем-то, то есть тогда условие это не является обязательным для мужа, а только при наличии документа и кеньяна и отдельного договора. То есть на момент, когда они подписывают, когда они женятся под хупой, вот в этот момент любые договоренности, даже словесные, имеют силу, без каких-либо дополнительных бумаг. После брака все нужно только писать на бумаге. Что, а если он, она ему сказала в течение пяти лет, и он сказал, да, я согласен, то все, с момента брака, следующие пять лет он обязан кормить, несмотря на то, что он даже не сказал, с какого момента эти пять лет пойдут, как она имела в виду, так это и с тобой. А она вышла за другого. Теперь он подписался кормить ее дочь в течение пяти лет. Через год они разругались, и он с ней развелся. А дочь, я ее буду кормить, а то это там, да, там, что теперь должен кормить ее дочь дальше. Что делать? А мало того, она сказала, ах, все, развелись, пошла и вышла за другого. А теперь она жена другого человека, а обязательство кормить его дочь по-прежнему на ног, это же несправедливо. Паска ему. И тогда, а эта жена хитрая, она со своим следующим мужем тоже договорилась, тоже договорилась, ты мою дочку, она всю свою дочку везде пропикивает, да, в следующие пять лет будешь мою дочку кормить. Тем не менее, не снимается ответственность первого мужа по предоставлению пропитания для дочери. Несмотря, да, она продолжается до конца пяти лет, как они договорились. И не может сказать первый муж, вот когда твоя дочь придет ко мне, я ей дам. Он не может сказать, мне не извини, когда твоя мать была моей женой, да, а теперь твоя мать не моя жена, я тебя больше кормить не буду. Нет, он обязан по-прежнему содержать ее дочь, он на и она есть. И не сойдет с этого, несмотря на то, что они развелись с матерью. Потому что так принято, да, что отец оплачивает там, где дочка, он туда присылает деньги. Не обязательно высылать ей еду, бутерброды. Нет, он деньги на пропитание. То есть финансировать ее, алименты. И то же самое, не могут оба сказать, слушай, братан, она кушает в день на 100 долларов, я попал, и ты еще платишь ей. Давай следующие четыре года скинемся, я 50 и 50, договориться тоже не могут. Каждый должен платить полную сумму, каждый будет оплачивать 200, а она будет вдвойне, еще останется у нее, потому что каждый взял на себя финансовую ответственность по пропитанию этой девочки. Она выражается в эквиваленте 100 долларов, 100 монет. Каждый должен платить 100 монет. Несмотря на то, они могут договориться. А если нет денег? Что же нет денег? Как в суде? На нет и спросу нет. Бейдин будет разбираться, нет, когда денег. Да, если у себя нет, то нет. Итак. Единственное, что они могут сделать, это один может давать реальную еду, а второй может платить и деньги за еду. Но как бы, вот так они могут объединиться, но по-любому это будет задвоение. Вот они это и говорят, что тот муж, который в данный момент женат на бывшей жене первого, дает ей, а не дочка живет с ним, потому что, как бы, эта жена от него ушла, то есть они уже живут с дочкой и с другой стороны. Реально ее кормят, а тот первый высылает деньги. Да, потому что удобнее брать сразу едой от того, кто рядом, а от того другого брать деньгами. Но, конечно, вещь, она как в двойном ключе, то есть не спадает обязанность мужа даже после того, как он развелся с женой. И следующая мечта говорит так. Мечта с ухем шех, она продолжает предыдущую мечту. Она продолжает идею, что жена не надо по грязному столу. Ты же в рот потом это кладешь. И так. Идея с пятью годами. Он взял на себя адрес пять лет кормить ее дочь. В конкурсе, а вроде так не прошло пяти лет, он с ней развелся. Она вышла за другого. И договорилась точно так же со вторым своим мужем. Так вот. Нисэ. Что произошло? Они договорились на пять лет. А эта девочка через два года вышла замуж. Через два года вышла замуж. У нее муж появился. Это плохая идея. Он мне постоянно говорит. Папа говорит, что это плохая идея. Игушь, я тут с Тафелем, прикинь. Он устраивает шоу. Так вот, эта девочка в течение этих пяти лет вышла замуж. И теперь уже муж ее кормит. Вот это шоколад. Оба мужа по-прежнему должны выплачивать ей еду. Мало того, она вышла замуж, и муж ее кормит. Она просто в тройном шоколаде. Бывший муж ее жены обязался пять лет финансировать ее дочь. Он обязан это делать. Нынешний муж, так же она его в это впрягла. Ты моего дочери будешь пять лет кормить. Она кормит. Он ее тоже высылает ей деньги. А она вышла замуж, ее содержит муж. Она просто со всех собирает деньги. Подожди. И так. Но что, если умерли мужья ее матери? Умерли от этого. Они перенесли такого бесчинства. То есть, какая идея? Умерли. Оба эти мужа умерли. Так, теперь у них остались дочки их родные. Мы как обсуждали? Что человек женился на женщине с ребенком от другого брака. Которая из него выудила пять лет. И с другого мужа развилась выудила пять лет. А теперь эти мужья умерли. И у них есть их родные дочки. Родная дочь по закону Торы получает из ктубы оставленной матери долю, которая будет ее кормить. Так вот, эти дочери будут питаться из имущества наследников. Этих людей. И все это, потому что все имущество, которое продали отцы, остается в руках третьих лиц, которому это было продано. Как мы учили выше, что нельзя взыскивать имущество из реализованного имущества до смерти усопшего. Если человек продал свой замок за неделю до смерти, а потом умер, а его жена и дочка говорят, а мы хотим денег, давайте аннулируем притроактивно сделку нашего папы, так это не работает. Но эта девочка, которая подписалась, которую он подписал на пять лет содержания, даже когда он умер, ее придется кормить даже из имущества, которое он продал. То есть обремененного. Он продал замок, мы залазим туда, извините, вы знаете, там частично сделка. Вот давайте мы вам все продаем, кроме маленькой части замка, это пойдет на обеспечение дочки на следующие четыре года. Которую он обязался пять лет кормить. То есть он обязался все, это вообще выпрямить нельзя. Даже смерть не разрывает контакт. То есть мы идем к третьим лицам и говорим, да, вы купили замок, а вы знаете, что замок обременен? Как обременен? Человек, которому этот замок принадлежал, подписал договор с банком, в данном случае с девочкой, что пять лет будет высылать ей деньги. Сейчас у него денег не осталось. Извините, мы вынуждены ретроактивно залезть вам в эту сделку и немножко, да, взять на содержание этой девочки. Земля была с обременением. Сынок, папа, еще годная. Что ты делаешь? Записывается все. Встал уже, встал. Так. Алло, Якуш, тебя выбрасывает, что ли? Да, извиняюсь, да, я просто вылетел. Тебя выбрасывает. Итак, что мы сказали последнее, что даже если он продал какое-то имущество, вот этот пятилетний контракт по обеспечению этой девочки, даже после продажи, это называется, продажа была с обременением, можно залезть в карман этому третьему лицу, который купил эту землю или участок, или замок, или что он купил, и сказать, извините, но этот участок нельзя было продавать, в нем светило обременение по содержанию девочки или нескольких, да, дочерей его бывших жен, там, на следующие 4-5 лет. Извиняюсь, это происходит после того, я просто остановился на том, когда умер. Да, даже после смерти. То есть обычно после смерти мы не взыскиваем, мы, даже его родные дочери не могут залезть, если папа решил что-то продать, все, дочери, то, что я продал, я продал, то, что у меня осталось, вот это вы пилите. Но эта девочка, эта девочка, она имеет даже приоритет, почему отвечает, потому что ее, а его обязательства перед ней, как перед кредитором, это другое. Есть законы наследства, а есть законы долговые расписки. Это как долговая расписка, из нее выйти нельзя, он просто должен лететь. Поэтому даже сделки, заключенные при жизни, подлежат пересмотру из-за вот этих вот качественного применения. А можно за раз, если 5-5 лет, деньги? Может, может, сразу фонд, сразу вылетел. То есть сразу, да, вы можете, потом ничего нет. Да, да, ты должен определенную сумму, 100 долларов в день. Ну, заплати, если 5 лет, 365 на 100 и... А? Чтобы не было в основном пересмотру, мы следующих сделаем, чтобы выявиться, а у вас на 100 процентов. Ну, да, выявиться, выявиться, деньги те же, больше с него не возьмут. Но тут написано, что она прям не на 100 процентов, как кредитор. Потому что, в чем разница? Если эта девочка умрет, он не обязан будет продолжать выплачивать ее наследникам. Потому что, если ты должен мне денег, даже, да, а должен денег, б, и б, умер, а все равно выплачивает деньги. И по наследникам, значит, он должен ему денег, он, например, детям выплачивает. Это в обычной расписке. Но здесь он обязался кормить эту девочку. Пока эта девочка жива, он обязан. Даже если он обязан, мы даже активно будем ее сделать и оспаривать. Но если эта девочка умерла, он не должен продолжать выплачивать ее. Он должен был именно ее кормить. Ее детей, родственников кормить не обязан. В этом разница. А в остальном это действительно как расписка, как долговая расписка. Апикхим. 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 Аминэ, говорит Мишта, делали следующим образом. Когда человек брался без жены, а у нее были дочери от другого мужчины, то есть от другого врака, они обязывались дать, и они обязывались кормить этих дочерей. Апикхим. Апикхим. Они писали следующее о своей жене. Аминэ, шаазун. Поэтому, говорит, если ты опишешь своей жене, что я обязуюсь кормить твою дочь от другого брака в течение следующих 5 лет, добавь слова все то время, пока ты моя жена. Добавь такие слова, потому что имей в виду, если ты этого не напишешь, ты реально попал. Если расслабишься 10 раз, то будет 3 мужа после тебя. А 5 лет, 5 лет ты вписался. Поэтому напиши это условие все то время, пока ты моя жена. И тогда действительно, если ты с ней разведешься, или человек умрет, и их разлучит, то есть жизнь, тогда действительно это обязательство перестает иметь сибу. Уже не будет обязательства продолжать кормить эту девочку. Еще следующая мечта. Мы выучили все законы, связанные с обеспечением прожиточного минимума для дочерей своей, жени от предыдущих браков. Приходит наша мечта научить нас закону, как питается вдова из имущества своего мужа, усопшего, альпитная ктуба, на основании своей ктубы. То есть он пообещал ей ктубу, в случае, если мы разведемся, или он не станет, я выключу тебе такую-то сумму. Случилось самое страшное. Это произошло. Что дальше? Говорит, конечно, так. А в монаши Амра, если вдова сказала наследникам своего мужа, теперь у мужа есть наследники, дети его, родные, а теперь вдова говорит, я не хочу уходить из дома своего мужа, усопшего. Да, умер мой муж, я хочу продолжать жить в его особняке, я не хочу уходить. Вдова говорит, не имеют права наследники этого замка и всего, сказать ей, иди, иди в дом своего отца, мы тебя будем кормить, мы тебя будем высылать деньги, но живи у своего отца. Должны давать ей пропитание в доме ее мужа, как она захотела. Внутри младор, и дают ей место для проживания, выделяют ей апартаменты в этом завтраке, где жил ее муж, чтобы у нее было где жить. В этом младору. Это фиквода. По ее статусу. Она уважаемая, графиня была, ей нужно там левое крыло замка полностью, а дальше. Вау. Почему? Потому что из условия Ктубы подразумевается, что вдова может сидеть в имуществе усопшего и кушать от его наследства все то время, все время своего, все то время, пока она вдова. и объясняется в Фанмуде, ша, мишта, мешта, хи, да, бадим, а шла, также имеет право пользоваться всеми рабами и рабынями мужа, бекарим, и всеми подушками, то есть всеми, всем хозяйством, беколь, кесы, кукры, закат, и с серебряными, и с золотыми сосудами, так как она пользовалась при жизни своего мужа. Полностью. То есть когда, написано, что пока она вдова, что дело в вдове делает? Да, она живет на иждивении то, что осталось от мужа. Абра Галмана, но если, сказала вдова, и эфши разусну бейт Абба, я не могу покинуть дом своего папы. Я не хочу уходить из дома своего отца. То есть, что имеется в виду? Вдова предпочитает, наоборот, жить с папой. Да, муж умер, так папа у меня тоже старенький, пойду в дом с папой. Хочу жить с папой. И она хочет, чтобы наследники теперь таскали ей, обеспечили ей пропитание в доме отца. Отец живет на горе, за горой, в Америке. А не ада ехолима, и ошинома. Тогда наследники имеют право сказать и так. Им атецлену ешлех мезонот. Если ты останешься здесь, пожалуйста, будет у тебя пропитание. Но если ты собираешься ехать, какие-то другие планы на жизнь, мы тебе не будем обеспечивать едой. Объясняется в Гимаре причина. Что благословение обитает в множестве людей дома. Потому что они все вместе в одном доме большая семья, и каждый занимается пропитанием, зарабатывает деньги. И тогда их мазаль гораздо более сильный. Мазаль большинства более сильный. Не отделяйся, не будь один. Один ты можешь быть заслужил, тебе не повезет в жизни, не заработаешь. А когда ты вообще в компаниях, в семье, ты думаешь о других, ты вместе, у вас гораздо более сильный мазаль. Именно на Парнасу. Окей. Какая здесь... В чем здесь это? Что имеется в виду? Рамбам Гурес. Читает так. Что благословение дома более великое. Он объясняет так. Как он... Например, жило пять человек. Каждый съедал каву. Это определенный килограмм овощей, хлеба, чего-то. Когда он не стадин, это один каву. И маю хамиштабы бейт эхад в ухрид в иру. Маспик лагэм арбаковин. А если бы они все были вместе, и ели бы вместе, то в итоге бы, да, каждому хватило бы четырех. Вегу, то есть каждому нужно один, их пять. То есть в итоге нужно пять. Но если бы они были вместе, они на четыре им хватит. Вегу один, шарцар хэабайт. И то же самое касается всех остальных нужд дома. Это еще очень понятно, когда у тебя дети рождаются один, второй, третий, они уже начинают носить друг за другом. То есть когда много, ты как-то более экономистик друг за другом. То есть там много тоже дублируется. У тебя расходы, наоборот. То есть на первого ребенка сто процентов добавилось, на второго сто процентов, а на третьего пятьдесят. На четвертого тридцать пять. Я условно говорю, да. На пятого там тоже тридцать. Меньше. То есть каждый уже меньше добавляет реальных расходов. Потому что общий фикс как бы распределяет совсем хватает. Хватает уже. Так Рамбан пишет. И поэтому они говорят, слушай, ты нам повышаешь ставку. Ты хочешь уехать. Отдельно тебя кормить гораздо дороже. Оставайся в доме, живи с нами. Пожалуйста, все. Все тебе здесь. Здесь нам выгоним. Мы не хотим попадать на из-за тебя на лишнее как бы терять брак берката байт. И поэтому они могут искать, слушай, если ты хочешь уйти, мы будем тебя, не то, что они отказываются, они говорят, мы тебе дадим денег, но с учетом того, что если бы ты была дома, то есть с учетом того, какими на тебя тратились бы, когда ты была бы дома, так мы будем тебе платить зайду, хотя бы она будет находиться в доме своего отца. Если она при этом скажет так, например, она еще молодая, она девочка, папа на старый свет, может быть, она старый свет, женился на очень молодой девочке, и она просто говорит, я хочу к папе, потому что мне страшно, я папе хочу, муж умер, я хочу обратно к себе домой. И она говорит, поэтому я хочу домой, а те дети, сироты, которые тоже остались, они не ее дети, то есть они дети отца, тоже дети, тоже они маленькие, и она не хочет жить с этими детьми, она хочет себе домой. чтобы они не стали говорить какие-то дурные вещи. они обязаны полностью обеспечивать ее в доме своего отца. Они находятся хэмисмом, и интеракт, дара, и дарья. то есть у нее есть аргумент, она действительно идет к отцу, потому что мало ли я молодая девочка, среди детей. сынок, ты знаешь, что по мне придется? Именно. А кто еще? И так, это была третья и последняя мишна этого перека. Далет, ой-ой-ой, одна минута. Мы учили в прошлом что есть разница между вдовой, которая кушает от имущества сирот, и если она останется в доме своего мужа, либо если она вернется в дом своего отца. То есть разница. А наша мишна добавляет и учит нас касательно временного срока, по которому ты можешь сыскать по своей ктубе. Тоже есть разница, если она осталась проживать в доме своего усопшего мужа или пошла к себе в дом своего отца. Интересно. Итак, мишна, крольфмаши едубит все то время, пока она находится в доме своего отца, и наследники обеспечивают ей пропитание, так как она не получает никакого другого выгоды от имущества своего усопшего отца, кроме как той еды, которую ей высывают, она может взыскать по своей ктубе тогда, когда захочет, хоть через сто лет, неограниченно, но все то время, пока она в доме своего мужа, она может использоваться, она может воспользоваться, и то есть она пользуется всеми благами наследства мужа. У нее есть только 15, извиняюсь, 25 лет с момента смерти ее мужа. 25 лет. То есть смотри, в ктубе что написано? Пока моя жена вдова, она кушает, 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 но помимо этого, написано, что в случае моей смерти я дам жене миллион долларов. Они говорят, бери деньги, иди отсюда. Нет, не хочу, хочу здесь жить. Не хочу пока взыскивать по ктубе. Хорошо, она может жить 25 лет. 25 лет, они, можно сказать, извините, не хотели бы уже собраться к кубу и все-таки в другом месте пожить. Но есть ограничения. А так, если она сразу ушла в дом отца, то хоть через сто лет А почему? Не могу понять, почему? Потому что она съедает. Она все-таки находится в доме отца и пользуется всем. Нет, она просто всем пользуется. Вот объясняет Мишта. Вау. Тут написано так, что неизбежно за эти 25 лет все равно живя в доме своего мужа, она потихоньку использует и амортизирует его имущество. И за 25 лет она амортизирует своим нахождением там его имущества на стоимость своих тубы. Даже если она находится в доме своего мужа, у нее вечный срок, она может в любой момент, хоть сколько хочешь, только и живет. Она не теряет никакой своей тубы, даже если 25 лет она живет в доме своего мужа. Из-за того блага, которое она получает от него постоянно и амортизирует его. Потому что тот факт, что она молчала и не требовала своей тубы все эти годы. Она значит простила свою тубу его сиротам. видите, что то, что она молчит, еще ничего не доказывает. Просто они так за ней ухаживают, ей стыдно давить на них и просить у него сразу выплатите мне всю сумму миллион по моих тебе. Поэтому она молчит. Однако если она ушла в дом своего отца, тогда она может взыскать тубу до 25 лет. Ровно наоборот. Потому что она в доме своего отца. Ей совсем не стыдно попросить свои деньги в полном объеме. Если прошло 25 лет, она их еще не потребовала, значит она точно их простила. Если умирает вдова Шеха Маскирин, тогда ее наследники имеют право потребовать тубота, тоже имеют 25 лет на то, чтобы взыскать по тубе своей матери. То есть они должны оповестить о смерти своей матери сирот и могут предъявить встречный иск про стекло по детцу. при этом можно покляться, мы это все учили только если она поклялась но если она не поклялась предварительно что действительно ничего не выплатил то тогда уже ее дети взыскать не смогут в 20 м плот м 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 Субтитры сделал DimaTorzok